К урологическим заболеваниям относятся большая группа заболеваний мочеполовой системы, такие как рак предстательной железы, рак полового члена, рак почки, рак яичка, рак мочевого пузыря. И каждая из этих нозологий имеет свои специфические особенности, в том числе гендерного фактора, который оказывает влияние на психику пациентов. Но вот ежегодно в мире регистрируют почти до полутора миллионов новых случаев заболеваний раком предстательной железы. И рассказать о всей группе вот этих заболеваний в одном докладе практически не представляется возможным. И поэтому мне бы хотелось остановиться сегодня на узком таком докладе по поводу предстательной железы, поскольку это заболевание в структуре заболевших среди злокачественных образований занимает второе место у мужчин после рака лёгкого. И наиболее, так скажем, часто встречающееся заболевание, которое сопряжено с многими психологическими факторами, в том числе такого, как сексуального и интимного характера. Ну, для лечения ранних стадий рака предстательной железы используют различные методы хирургические, там, лучевая терапия, гормонотерапия. Выбор метода лечения — это достаточно сложная задача, поэтому необходимо учитывать многие факторы, сопутствующие заболевания, возраст пациентов, ожидаемую продолжительность жизни и так далее. Радикальная простетоктомия, как наиболее частый способ метод лечения, он может быть как самостоятельным вариантом лечения, так и как одним из этапов комплексной терапии. Несмотря на очевидные преимущества, которые даёт данный метод хирургического лечения, он имеет определённые осложнения, основные из которых — это недержание мочи и эректильная дисфункция, что значительно снижает качество жизни больных, особенно если речь идёт о пациентах молодого возраста. Ну, выделяется несколько причин эректильной дисфункции, в том числе и психогенной, о чём, собственно, мне хочется сказать, потому что функции, которые нарушаются в результате медицинских каких-то аспектов, я думаю, что об этом расскажут врачи. Ряд авторов отмечает, что изменение в сексуальной сфере у мужчин наступает сразу после начала обследования по поводу подозрения на онкозаболевание, по поводу рака предстательной железы. Прежде всего, сам страх онкозаболевания, а также дальнейший перспектив лечения и прогноза, что, несомненно, вызывает стресс, депрессию отрицательно, в свою очередь, влияет на либиды. Так, в исследованиях Ефремова в 2011 году было показано, что ещё до выполнения радикальной перостатокомии у 86% больных отмечается депрессия по шкале ЛЕХАЦ, что, собственно, и является влияющим фактором на отрицательное, так скажем, на либиды. В результате рака предстательной железы, по данным разных авторов, вторичная психогенная и ретильная дисфункция наблюдается от 50 до 98% больных. И совершенствование методов диагностики, лечения, достижения, которые существуют в химиотерапии, гормонотерапии, всё это увеличивает продолжительность жизни больных. Однако качество их жизни, по мнению большинства авторов, которые изучают этот вопрос, остаётся неудовлетворительным в связи с возникающими функциональными нарушениями вследствие лечения. По данным Национального института рака, психолог является всегда частью команды в реабилитации онкологического пациента, поскольку злокачественное образование и их лечение приводят к функциональным и органическим нарушениям, а это является причиной расстройства, нервно-психических расстройств, что снижает и эффективность лечения, и качество жизни. Более того, нервно-психические расстройства онкологических пациентов могут сохраняться в течение многих лет, и, соответственно, психологическая помощь необходима. Психологическая реабилитация — это необъемлемая часть реабилитации, общая реабилитация онкологического пациента, и направлена она на адаптацию к ситуации заболевания и повышение качества жизни. Психологическая помощь на различных этапах различна и зависит от физического и психического состояния больных. И в целом, как я уже сказала, всё направлено на повышение качества жизни. В психологической реабилитации можно включать в себе различные методики медитативные, релаксонные, техники арт-терапии, музыкотерапии, гештальт-подход, позитивная психотерапия. Это всё в результате приводит к тому, что развивает креативность и актуализирует дополнительные такие скрытые возможности человека, что в свою очередь мотивирует его на выздоровление. Мы поставили перед собой провести исследование и изучить качество жизни пациентов, которым была проведена радикальная простатоктомия. В исследовании было включено 75 пациентов после оперативного лечения рака предстательной железы, а средний возраст пациентов где-то 65 лет. Исследование было проведено с помощью шкал тревоги и депрессии ХАЦ и модифицированной шкалы самооценки Дембур-Рубинштейном. И было проведено дважды – на пятые и седьмые сутки после операции и через год после радикальной простатоктомии. Пациентами были выделены в ходе беседы 10 наиболее значимых параметров их жизни, что, собственно, и вошло в наше исследование в виде шкал. Удовлетворенность общения с окружающими, удовлетворенность состоянием здоровья, удовлетворенность внешним видом, удовлетворенность семейными отношениями, удовлетворенность сексуальными отношениями, материальным положением, удовлетворенность настроением, активностью, удовлетворенностью жизнью в целом. Количественный анализ данных методики ХАЦ после операции и через 12 месяцев после операции показал, что средний показатель уровня тревоги хоть немного повышается, однако остается в пределах нормы. С 6,95 и года после операции 7 баллов примерно, соответственно, достоверных различий здесь не было получено. Как при первичной, так и при повторной диагностике также не было установлено корреляции возраста с уровнем тревоги. Через год отмечается достоверное увеличение средних показателей уровня депрессии с 6 баллов до 8, что соответствует среднему уровню проявления депрессии, а критерии студента, соответственно, 4,89. При первичной диагностике качество жизни больных в целом их удовлетворяло. Средние показатели по основным шкалам были где-то чуть выше середины и соответствовали среднестатистическим нормам здоровых людей. Через год после операции удовлетворенность сексуальными и семейными отношениями достоверно снижается по сравнению с послеоперационным этапом. Повторная диагностика показала, что шкалы, отражающие физическое составляющее качество жизни, такие как удовлетворенность состоянием здоровья, удовлетворенность внешним видом, удовлетворенность социальной активностью, достоверно увеличиваются. Стоит отметить, что если состояние здоровья больные отмечают всего лишь на середине, то по факту показатель увеличился примерно в 1,3 по сравнению с исходным. То есть все пациенты через год отмечают значительное улучшение общего физического состояния. Но при этом отмечается снижение удовлетворенности общением с окружающими. И хотя достоверных различий по этой шкале не было нами получено, тем не менее многие больные отмечают снижение социальной активности, сужение ограничений в межличностном общении, а также уход из профессиональной деятельности. Соответственно, уход из профессии, как правило, всегда влечёт за собой изменения материального положения. И хотя здесь тоже у нас не было достоверных различий получено, тем не менее большинство пациентов в своей беседе это отмечали. Шкалы, отражающие физическое составляющее качество жизни, достоверно увеличиваются по сравнению с этапом после операции. Это свидетельствует о том, что, несмотря на определённые функциональные нарушения, в целом больные ощущают себя здоровыми людьми. Однако качество жизни больных раком предстательной железы через 12 месяцев после операции снижается за счёт нарушения сексуальной функции и снижения социальной активности в целом. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...